Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Сергей Проходский. Предлагаю сегодня поговорить про хвойные растения. Хвойные растения, я думаю, что многим из вас очень интересны. Как мы говорим обычно про ель. И зимой, и летом одним цветом. Этот тезис касается большинства хвойных деревьев и кустарников. Они интересны тем, что сохраняют свой габитус, то есть форму кроны, свой цвет, фактуру на протяжении всего сезона, а в дальнейшем на протяжении многих и многих лет. Именно за счет этого хвойные так давно и глубоко полюбились многим дачникам, ландшафтным дизайнерам и всем, кто как-то сталкивается с растениями. У них вот благодаря этому основному такому декоративному качеству заключается и основное преимущество. Если мы создаем живую изгородь, то понятно, хвойные будут на первом плане, потому что эта изгородь будет и зимой, и летом, и весной, и осенью примерно одинаковая. Если мы высаживаем какое-нибудь акцентное растение деревца на участке, то опять же оно будет радовать своей формой, кроной и красотой на протяжении всего года. Очень распространены на дачных участках, приусадебных, в коттеджной застройке отдельно взятые группы и композиции. И группы — это то, что у нас будет состоять из трех, пяти, семи элементов, то есть растений, или иногда куртины, то есть это когда мы строим хвойную композицию из большего количества элементов, они, как правило, находят использование практически на любом участке. Почему? Собственно говоря, потому что, в принципе, они будут радовать своим внешним видом на протяжении всего года и последующих лет. Как же правильно работать с хвойными растениями, как добиваться максимального эффекта? Конечно, с учетом того, что хвойные не меняются на протяжении периода вегетации, это одновременно плюс и где-то иногда и минус. Ведь, смотрите, с одной стороны, когда мы имеем какую-то аккуратную форму кроны колоновидного можжевельника или сортовой туи, и она будет неизменна сама по себе, это создает хороший элемент, который станет каркасом композиции. Но, с другой стороны, если вы создадите композицию только исключительно из хвойных растений, наша стабильность перейдет в такой негативный ракурс, потому что ваша композиция не будет меняться на протяжении весны, лета и осени, и очень мало будет меняться с годами. Только размеры растений будут немного увеличиваться. И волей-неволей через месяц, полгода, год, не знаю, пару лет, скорее всего, что захочется все-таки какой-то динамики, какого-то интереса и немножко, может быть, живых оттенков природы. Поэтому первое, что я посоветую, когда вы составляете хвойную группу или композицию, это не ограничиваться исключительно хвойными растениями. Помните про то, что хорошая хвойная композиция – это то, где будет преобладание хвойных, а не исключительно из них состоять. Возьмите несколько видов или сортов ели, туи, можжевельника, и добавьте к ним того, что будет меняться. Возьмите какой-то декоративный барбарис, используйте спирею, если позволяет освещенность, внедрите другой листопадный лиственный кустарник, который будет меняться на протяжении года. Весной он, интересно, распустится листвой, потом когда-то зацветет, далее, соответственно, у него окрасится в желтые или охряные красные цвета листва, и таким образом композиция будет динамична, она будет меняться и будет интересна. Если вы добавите туда немного многолетников, то, соответственно, яркость красок и смена времен года, она будет ощущаться более цельно. Но если мы говорим в целом о композиции из хвойных, понятно, что хвойных здесь должно быть большинство преобладания. Хорошо, если их будет по объему и по количеству 70-80%. Это такое хорошее сочетание между хвойными и лиственными. Для того, чтобы правильно сформировать хвойную группу или даже хвойную куртину, необходимо помнить про некоторые правила. И эти правила будут относиться даже не только именно к хвойным растениям, они будут относиться к любым композициям, завершенным из небольшого количества элементов. Итак, первое правило. Это прежде всего помните про то, что большинство композиций строится на основе треугольника. То есть у нас где-то внутри группы, которую мы строим, должен возвышаться более высокий элемент, а вокруг него, соответственно, ярусами падать и появляться другие растения. Допустим, в центре вы высаживаете можжевельники или туи колонновидные или пирамидальные. Внизу подкидываете горные сосны, плюшковидные ели, какие-то сорта туизападные типа глобозы, даники и так далее. То есть вы постепенно от верхушки спускаетесь вниз. Причем не обязательно, и даже лучше, если ваша наиболее высокая часть будет не ровно в середине композиции, а немного смещена в сторону. И вот этот вот треугольник в визуальном ощущении композиции, он не обязательно должен быть острым. Сам по себе треугольник по очертанию композиции может быть очень разным. У кого-то он будет широкий и растянутый, и композиция будет большей частью состоять из небольших плюшковидных растений, там стелющихся можжевельников. У кого-то, наоборот, это именно будет такая композиция кругового обзора с четкими вертикальными элементами в середине. Здесь вариаций на самом деле очень много. Важно только к этому подойти творчески. Второе правило, на которое я бы обратил внимание, это различные планы. Помните про то, что есть задний план, или задний ярус, или даже фон. Про то, что есть средний план, и про то, что есть нижний план. Если вы создаете композицию, допустим, на основе, не знаю, забора, живой изгороди, то это то, что будет являться фоном для восприятия ваших посадок. Соответственно, используйте перед, к примеру, живой изгороди из какой-нибудь туи, используйте декоративные кустарники, пускай те же, допустим, сорта туи, но с желтым окрасом листвы, или какие-то сизые плюшки из ели колючей, и они будут хорошо читаться на фоне зеленой стены. И постепенно опускайтесь по объемам и по высоте, от максимально высоких элементов ниже. Таким образом вы будете полностью просматривать всю композицию перед глазами. От фона к самым нижним, самым маленьким экземплярам. Третье правило. Помните про то, что композиция не должна превращаться в винегрет. Если вы приехали в садовый центр или питомник, и видите там 20-30 сортов туи и еще столько же можжевельников и ели, это значит, что нам или вам надо выбрать в данном случае основные. Хорошая лаконичная композиция или группа из хвойных будет состоять из буквально нескольких видов и сортов. Допустим, создали вы вертикальный каркас из можжевельника скального, Blue Arrow или Sky Rocket. Подчеркнули внизу эту группу, предположим, сортовыми шаровидными туями. Каждого из этих элементов должно быть не по одной штучке, а по нескольку. Старайтесь брать растения нечетными количествами. Создаете вертикали, возьмите скальных можжевельников не один, а три. И причем разновысотных. Один выше, второй пониже, третий еще ниже. То, что будет внизу располагаться, эти плюшки растений, также разбросайте хотя бы несколько штук. Если вы возьмете 3, 4, 5, может быть даже 7 видов и сортов хвойных, и каждого из них у вас будет по несколько экземпляров, смотря на сколько позволяет композиция, вы уже сможете их объединять. Принцип дизайна заключается в том, что наши элементы должны повторяться в композиции. Этим самым вы избежите нагромождения разных цветов и форм, и добьетесь какого-то единства. Теперь я предлагаю пробежаться и рассмотреть одну из хвойных композиций, которую я создавал достаточно давно, и могу показать вам в динамике, как на протяжении лет менялась хвойная группа, что с ней происходило, и что следует учесть при проектировании, в дальнейшем при уходе и при работе с хвойными растениями. Итак, поехали. Итак, на фотографии 1 вы сейчас видите самое начало. Это первый год создания композиции, когда только-только посадили небольшие, компактные, маленькие хвойные растения. Это растения, которые буквально высаживались из полулитровых-литровых контейнеров. Как вы видите, по размеру они пару десятков сантиметров в высоту и в диаметре. Немного про них расскажу. На заднем плане, с правой стороны от камня, у нас возвышается лиственница западная, форма пендуля или плакучая. Это как раз-таки тот сезонный акцент, который меняется на протяжении года. Я говорил о том, что хвойные зимой и летом одним цветом, но понятно, что не все. Есть хвойные листопадные породы. И в данном случае лиственница – это яркий пример. На фотографии, которую вы видите, она фактически не имеет хвои. Она прозрачная и не читается. Это характерно для большинства листопадных растений. И она будет меняться в течение сезона, что мы увидим далее. С левой стороны чуть-чуть выглядывают из-за камня веточки молодой сосны горной. Это кустарник, хоть и сосна, который вырастает несколько метров в высоту. На переднем плане перед камнем, из хвойных у нас с правой стороны, ель сизая форма и хинеформис. Не путайте с обыкновенной елью и хинеформис, которые отличаются друг от друга цветом хвои. В данном случае это такой насыщенный сизо-голубоватый оттенок. На переднем плане с левой стороны от камня небольшая плюшка из цуги канадской, сорт ядлог. Очень популярный, компактный, но в то же время медленно растущий. Я бы сказал, что это характерно для многих хвойных. Если он компактный, аккуратный и, соответственно, выглядит очень опрятно и аккуратно, скорее всего, что он очень медленно растет. И на самом переднем плане такое небольшое хвойное растение это можжевельник горизонтальный, блю-чип, который разрастается и заполняет пространство метрами квадратными. В качестве сезонной динамики с правой стороны и с левой стороны от камня вы видите злаки, декоративные злаковые растения, которые достаточно стабильны, но все-таки меняются в течение сезона. Это овсяница сизая с характерной сизо-голубоватой листвой, овсяница гаутера, зеленые небольшие шарики. Они будут меняться на протяжении сезона. Далее. На второй фотографии это внешний вид композиции через год после создания. И как раз-таки здесь, на этой фотографии, вы видите, как выглядит лиственница в момент охвоения, когда она становится полноценным хвойным растением и играет со всеми остальными растениями в композиции. Сосна горная поднимается по высоте, постепенно нарастая каждый год сантиметров на 20 в высоту. Злаки по обе стороны от камня динамичны. Сначала они нарастают листвой, потом, соответственно, как здесь видно, начинают колоситься, играют на ветру и придают композиции какой-то немного живой, игривый характер. На переднем плане цуга канадская еды лох и стелющийся можжевельник медленно-медленно разрастаются. Если можжевельник уже начал стелиться, то цуга визуально такая же по размеру, как и была на предыдущей фотографии, то есть год назад. Это то, про что я говорил, что карликовые хвойные разрастаются гораздо дольше. Далее. На третий год мы уже видим, как активно на переднем плане распростирается и заполняет пространство стелющийся можжевельник. Он укоренился в течение первого года, набрал сил и теперь полностью завоевывает себе пространство. И в этом моменте я обращаю внимание о том, что такие сорта и такие растения, в частности, сорта можжевельника горизонтального, они способны захватывать территорию и занимать площадь нескольких метров квадратных. Это одновременно и плюс, и минус. И в данном варианте видно, что когда он разрастается, он, во-первых, является хорошим передним планом, но со временем его придется ограничивать. И уже с этого года, в дальнейшем вы будете видеть на фотографиях, этот можжевельник ежегодно подвергается достаточно обильной стрижке и формовке, для того, чтобы немного ограничивать его в размерах. В то же время ЦУГА ЕДЛОК, компактно нарастая год за годом, вообще не обрезается, не стрижется, и существует как будто бы вообще без ухода. Наконец-то на заднем плане поднимается год от года сосна горная. Это именно видовая сосна горная, которая может вырастать несколько метров в высоту. Со временем мы ее также начнем стричь, немного удерживать в размерах. На переднем плане, с правой стороны, перед злаками, обратите внимание, появилась туя западная форма филиформис, ничитая. Я ее раньше не упоминал, но она добавила в эту композицию немножко неопрятности, природности, немного живости. Потому что в совокупности хвойных и того центрального элемента в виде камня, который располагается в центре композиции, их, с моей точки зрения, было здесь очень много в виде такой стабильности, четкости. И хотелось больше живости, больше игры. Обратите внимание, как с годами уплотняется, зарастает лиственница. Если вначале на первой фотографии это буквально были 2-3 голые веточки, то сейчас лиственница представляет собой полноценную, не спадающую крону, непроницаемую, зеленую. И так она будет нарастать год от года далее. На следующей фотографии мы видим композицию, когда растения занимают полноценно пропорциональные размеры друг относительно друга. Здесь медленно растущие растения уже догнали по объему своих соседей, а те растения, как тот же можжевельник, путем того, что мы их ежегодно обрезали, притормаживая в росте, стали соразмерными с окружающим. Это где-то примерно такая золотая точка существования композиции, его период расцвета в тот момент, когда мы воспринимаем ее всю целиком. Примерно этого эффекта я пытался добиться, когда проектировал эту группу, и к нему я пытался прийти. Но природа, и конкретно в виде этой композиции, она все равно изменчива, она не стоит на месте, и постоянно что-то меняется. Смотрите, что происходит дальше. На следующей фотографии вы видите, что с левой стороны злаки начинают постепенно уходить. Овсяница, в частности сиза и гаутера, это недолговечные многолетники. И когда проходят 5-6 лет, они постепенно вырождаются. Их надо доставать, делить, пересаживать, и, соответственно, далее использовать. Здесь, пока мы в этой группе этого не делали, соответственно, мы видим эффект на лицо. На переднем плане левый угол, он как будто бы немножко у нас выпадает. Там не хватает объема, не хватает, соответственно, растений. Здесь основное отличие в том, что как раз-таки древесные растения, в частности у нас хвойные, на порядок более долговечные многолетников. И это показательно здесь налицо. Листиница, если обратите внимание, на заднем плане стала немного выше. Визуально воспринимая группу сноразных композиций, мы отметили, что этот элемент пропорциональный, опять же, по принципу вот этого треугольника, которого я объяснял и рассказывал, этот элемент должен быть выше. И мы нарастили штамп лиственницы, добавив ей примерно где-то 30 сантиметров высоты. Это немножко объединило композицию и задало вот это вот центральное ядро вместе с основным камнем. Можжевельник на переднем плане продолжаем, стричь и обрезать. На следующей фотографии обратите внимание, как выглядит группа в зимнее время года. Это основное, что можно сказать про хвойные композиции. То, что они сохраняют хвою и, соответственно, не становятся голыми осенью, зимой и ранней весной. Это и плюсы, и минусы. Однако обратите внимание, что все-таки большинство сортов хвойных растений, те же широко известные туи и можжевельники многие, даже та же цуга, которую мы видим на переднем плане перед камнем, они меняют цвет. Некоторые теряют, многие становятся бурыми, некоторые немного желтеют. Для хвойных в условиях средней полосы или вот в условиях Белоруссии, где сделана эта композиция, это характерно, это нормально. Если бы же эта группа была сделана, к примеру, там на территории Польши, где климат зимний гораздо более мягкий, окраска хвойных тоже была бы другой, была бы более насыщенной. И на последней фотографии я бы хотел отметить то, как композиция существует в настоящее время, какое она стала, но, как вы видите, этот элемент, он непостоянный. И группа из хвойных, которая существует и которая подчиняется основным правилам, о которых мы с вами говорили в начале ролика, все равно динамичная, все равно изменчивая, и везде происходят какие-то изменения. На заднем плане та самая небольшая сосна горная, которая оказалась небольшой какой-то компактной плюшкой, выросла и поднялась гораздо выше, практически доросла до высоты лиственницы со временем. И мы применили такой прием, как сформировали ее форму зонт, то есть начали стричь полностью по габитусу, по поверхности кроны в виде купола и оголили у нее ноги. Фактически на данном этапе мы ее законсервировали в своем размере и в своей форме. Это был неизбежный вариант того, что с ней делать. Конечно, если бы на том этапе создания композиции мы использовали не видовую сосну горную, а сортовую, более компактную, например, тот же мугус или что-то близкое, было бы и сейчас проще. Но всегда есть разный посадочный материал. Лиственницу плакучую мы начали изнутри простригать. Во-первых, она изнутри загустилась, и большое количество отмерзших ветвей, естественно, начали влиять на ее общую устойчивость. Там потенциально могли развиваться уже патогены, вредители и болезни. Соответственно, мы ее начали чистить и простригать такие просветы в кроне, которые ежегодно зарастают. Здесь мы помним про то, что лиственницы – быстро растущая порода, и стричь их надо будет много и долго. Так же, как тот можжвельник на переднем плане, о котором я уже говорил. А в то же время ель – сизая глаука, ихниформис цуга – канадская еделох, компактные карликовые хвойные, постепенно набрали свой такой хороший максимальный практический объем, размер и полноценно участвуют в композиции. Злаки предполагается то, что будут делиться со временем, рассаживаться. С правой стороны туя филиформис нитчатая разрослась, но ее мы также частично поддерживаем. Единственное, что стрижем не под контуру, а влазим внутрь композиции, вырезая отдельные веточки. То есть мы пытаемся проследить, какое растение, каким приемом формовки и стрижки необходимо использовать, применять к ним, для того, чтобы композиция сохраняла свой внешний вид. В завершении видео я бы хотел ответить, что, пользуясь основными правилами составления композиции, вы сможете добиться какого-то баланса в группе, и ваша группа из хвойных будет существовать достаточно долго, если вы будете помнить про условия, в которых должны жить растения, и будете за ними следить. Но помните также про то, что все равно, так как растения, в том числе хвойные, это часть природы, она будет у вас меняться в процессе, и важно иногда принимать какие-то новые решения. До встречи в новых видео!